Дорогие зрители и гости канала Любимого ТВ, уважаемые мои подписчики, всех рада приветствовать на своем канале Любимого ТВ. С вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Давайте посмотрим, будет ли он меня любить. Полюбит ли он меня? Не умеет? Научим. Не хочет? Заставим. Ну что, готовы? Думаете о вашем кавалере? И начинаем. Давайте. Так, мужчина. Отражение в зеркале. Сам себя отражает. Сам видит только себя. Или где-то там за зеркальем. Находится. Немножко на своей волне. Немножко в качестве жертвы. Немножко он отдалился. Приустал. Либо откладывает встречу, поездку. И вообще все откладывает на какой-то неопределенный период времени. И здесь есть неискренность, которая есть у него за плечами, за его плечами есть неискренность. Кто эту неискренность ему привнес в его жизнь. Здесь речь идет о каких-то страстях и страстях. Это может касаться такой страсти, любовной страсти, разрушительной страсти. Очень тяжелое бремя, которое он нес и несет. И чувствует, что здесь есть какой-то подвох. Что может быть он что-то делает не так до сих пор. И возможно взял гораздо больше, чем мог унести. Гораздо больше обязательств, чем того от него требуется. Очень многими моментами в своей жизни он недоволен. Именно моментами нельзя сказать, что вообще ему все не нравится. Нет. Но здесь есть момент того, что он все-таки по денежке очень сильно закомплексован как-то даже. Он танцует на пентаграмме. Деньги, отношения и что-то у него не очень. Но это все за спиной. Что сейчас происходит в его жизни? Поступление каких-то хороших вестей или удачное стечение обстоятельств для него в принципе. Надежда на будущее. У него хорошее построение. Какие-то жизненные планы есть. Верит в свое предназначение, в светлое будущее. В принципе, что все у него хорошо. Вот здесь прям такой оптимизм-оптимизм. И даже какая-то удачливость есть. Какие-то знания. Так. И немножечко наперед посмотрим. Небольшой период времени. Это просто то, что показывают про мужчину. Пока о нем. Потом уже перейдем конкретно по поводу вас. Да, у него здесь есть моменты между страхами и некими искушениями. Ему нужно изворачиваться буквально. Он не все может делать. Немножко у него не хватает психоэнергии. Психической, психологической подкованности и психической энергии не хватает. Он бывает и в страстях, и в каком-то мере в своем. Немножко нервная система здесь подорвана. Очень много тайн и загадок. Мужчина может быть мистиком запросто. Поддаваться различного рода влияниям, внушениям тоже может. Мужчина искушаемый. Искушаемый. Он может бороться с собой, со своими страстями. Ему нужно как-то побольше здесь силы и воли, что ли. И это возможно. И это возможно. Возможно, что он будет справляться со своими страстями. Здесь мы еще видим выбор, который он не может сделать. Он не может сделать выбор, девочки. И я думаю, что вы понимаете, что это за выбор. Между кем и чем. Какой-то сложный выбор. Но сейчас, смотрите, мы просмотрели энергетику. Просмотрели, что там с ним происходит. Здесь какая-то реализация, обучение, продвижение вперед. То есть он чего-то достигает. Он не стоит на месте. В общем и целом молодец, конечно. Но как вы вписываетесь сюда в его жизнь, в его планы? Как вы вписываетесь? А здесь правосудие. Все должно быть по справедливости. Двойка мечей, сомнения, конечно же, есть. Паш Кубков. Вот, девочки, эмоции у него. То хочу, то не хочу. Вот она незрелость. Психоэмоциональная какая-то незрелость. Он проявляет себя как ребенок по отношению к вам. Восьмерка Жизна. Вот здесь должны быть вести. У него какой-то подъем. И, возможно, этот подъем будет касаться и вас. Получите, наверное, вести вы. Я так думаю, что или какие-то... Может быть, знаете, какие-то обещания он выполнит. То, что он вам говорил, как-то может проявиться. Еще смотрим по поводу вас. Что у него? Есть переживания и не всегда ему хочется общаться. Он пытается, девочки, вами манипулировать. Так или иначе пытается. И он хочет уйти, но не может. Или он уходит. И он может к вам опять возвращаться. Он идет за новой долей. За счастливой долей. Он думает, что вы не та, не 100%, которая нужна. Пытается уйти и потом опять может. Он не находит счастья в других объятиях, либо в другом общении. Пока не видно, что он счастлив где-то еще. И вот смотрите, вот он пытается с добротой, с миром, с примирением с каким-то. У него это очень плохо получается. Все-таки здесь мужчина, пока не видно стопроцентной верности лебедины. Какой-то хороший, какой-то замечательный. Он действительно не выполняет обещания. Он не может пока сказать и сделать. По поводу вас. Что еще? Ну здесь вообще. Вот здесь он может с вами надломиться. Вот тут у него сил, девочки, может не хватить. С вами большие ограничения. И вот здесь у него упадок сил прям. То есть на вас ему нужно очень много. Вот этой самой психической энергии. Здесь может, конечно же, проиграться, что ваша встреча, это судьба, это действительно кармическая проработка. Родственные души, частички кармических душ и прочее. Здесь все говорит о том, что вот эта встреча, она неспроста. Но знаете, пока нет шагов. Что в плане… Вот он медлит, медлит, медлит. Что в плане вести? Должны быть. Но пока шаги не сделаны. Что в плане вот здесь мы видим? Мысли. Хочу, не хочу. Эмоции. Чувствую, не чувствую, да? Эмоционирую, не эмоционирую. То есть во всех сферах пока еще, знаете, вот как будто бы ему нужно еще решиться и сделать, начинать делать шаги. Вот так. Как-то он как на перепутье еще подзастрял, подзастрял, подзастрял. И здесь есть, смотрите, королева мечей. Либо он вас сравнивает с кем-то, либо ему нужна вот такая циничная, воздушная. Даже авторитарная, но меняющаяся. Легкая. Легкая на подъем. Женщину, которую, в принципе, под себя не подомнешь. Так. И что еще? Ну, видно, в принципе, что мужчина из разряда, вот сейчас, на данный момент, не просто сомневающихся, да? Но он не может. Он хочет, 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 хочет. Все он хочет. Не делает шаги. Хочет, хочет. Опять показываю, да? Колеблется. Колеблется. У него очень хороший потенциал. И запас у него сил. Все это есть. Если вот ему волю проявить. Что? В чем причина? Почему? Почему такое состояние нестабильное? В чем причина? Расскажи. Из него сейчас и любовник-то так себе. В чем причина? Нет устойчивости, нет стабильности. В вопросах любви и отношений. То есть он вас рассматривает как женщину, которая может дать эмоции и любовь. Но здесь все упирается в деньги. Тут трансформация идет по земным признакам. То есть здесь обязательно надо решать какие-то же личные вопросы. Или как быть? Что-то же нужно пообещать? Или здесь нужна ответственность? Расск ответственности не готов. Мечевой. Сам все должен решить, но не готов. И здесь, смотрите, между дружбой и между как раз-таки какими-то всплесками. Даже негатива. Возможно, всплески думает о вас. И думает как-то резко. Он это очень может делать. Потом здесь могут чувства нахлынуть. Очень сильные. Ну почему? Ну потому что что ж ты боишься или что? Ну вот двойка кубков, девочки. Ну здесь союз. Здесь какое-то примирение. Здесь непонятны причины. Непонятны. Скорее всего, это вот в характере, да? Можно, если проявить логику, то, что нам показывает все-таки это характер. Рыцарь мечей. Король мечевой, да? Чувства и заземления. Но все-таки маг, манипулятор мужчины, девочки. Он очень много думает о себе. Он много думает о том, что он, возможно, хороший психолог. Профессор кислых щей, да? Может управлять, может и сам, кстати, добиться очень многого может. Как профи буквально. Что все ему подвластно. Но на самом деле, конечно же, это не так. Мужчина, возможно, больших энергий, но он настолько застрял в своем мире. И настолько он привык не доверять. А ведь хочет. Он хочет, чтобы его ждали, девочки. Он хочет быть вхож в вашу жизнь, в ваш мир. Возможно, в ваш дом, да? Ну, королева мечей опять идет. Вот смотрю на разных колодах. Что это за женщина? Ну, это от дьявола идет однозначно. Шестерка жезла здесь может быть. У кого-то по работе сложится. Вот оно. Надо, может быть, человек, который внедряется, пытается. Да, вот как раз по его любимым искушениям. Надо искуситься, чтобы проявить силу. Девочки, посмотрите, как работает опять сила. Мы видели, да? И дьявол. Опять идет повтор. Информация читается очень верно. То есть там у него не хватает сил. Но, возможно, при жезловой даме, может быть, вы проявите активность, он проявит свою силу. И если вы будете похожи еще на его маму, скорее всего, на типаж, да? Вот здесь тогда и пойдет какое-то противоборство. Война добра со злом. Тьмы со светом, да? Вы и какая-то, не знаю, конкурирующая сила. И это могут быть третьи лица, это могут быть конкретные персоны. Это могут быть обстоятельства, да? И здесь внутренняя главная выдержка, ваша выдержка. У вас, вот, может быть, знаете, кармически очень тяжелая отработка. Здесь судьбоносные моменты. И ему нужно самому решить что-то еще в своей жизни, с кем-то и с чем-то, со своими провокациями различного рода, искушениями. Это могут быть даже плохие и вредные привычки. Я очень мягко говорю, вы сами понимаете, возможно, да, о чем может идти речь. Зависимости различного рода здесь. Вот здесь дорогу показывают. Но все равно он хочет развиваться, да? И здесь пока тайная какая-то связь с вами. С вами тайная связь. Не совсем раскрытым. Еще пока нет, пока какая-то настороженность, все-таки холодность. И либо, ну, в качестве любовников. Но еще не до конца, еще не все между вами понятно. Но на будущее, у вас пока есть отдаление и расстояние. На будущее есть запас какой-то хороший. Мужчина жадноват. Жадноват, страхи есть. Перезагружается на работе, ведет себя не всегда. Он понятно, адекватно, может так сказать. Но он человек свободной девочки, скорее всего. Сам себе на уме. Давайте посмотрим. Сейчас колоду я поменяю. Все-таки, что по поводу любви и отношений к вам. Я сейчас возьму такую чудесную колоду. Просто посмотрим, сможет ли он начать нормально, так сказать, проявлять к вам чувства со всей душой. Хотя бы предпосылки. Вам нужны перемены, девочки. Или приезд его нужен. Ну вот он опять идет, император перевернутый. Что ж ты будешь делать? И вот здесь пока со страстью не очень, не срастается что-то. Очевидно, у вас мало тактильного контакта между собой, мало общения. Или же вы просто реально не можете друг с другом быть 24 на 7. Или вообще хотя бы, ну чуть поближе, если есть какое-то отдаление. Но вот этот самый выбор. Что еще? Ему не нужна тяжесть, ему нужна лёгкость в общении. Он закрывается, девочки уходят в свой мир, в свою зону комфорта. Вы пока ждете его. Все-таки видно, что вы ждете и вы надеетесь. Но хотя уже не все и не так хорошо, как раньше, возможно. Здесь еще, видите, есть некое желание отдохнуть, провести хорошо время. Но все, вы либо понимаете, что это будет не сейчас, как-то очень, не скоро. И сами ждете подвоха от этого мужчины. Может быть, многие из вас понимают, что этот человек не искренен. Кто-то даже ловил его на неверности. Ну, правда, тут можно сказать, обещал ли он эту верность вам. Может он всё-таки полюбить. Он может создать с вами союз, девочки. К вам он может на тёплой волне, если он раскроется, если он начнёт раскрывать себя. И вот здесь нам уже в очередной раз, раз третий, наверное, показывают аркан сила. То есть здесь мудрость, здесь терпение, здесь обязательно уверенность в себе, как внутреннее состояние спокойствия абсолютного. И некое превосходство, несмотря ни на что. Вот здесь крепкие нервы, скорее всего. Здесь настолько большая сила воли, да, и какая-то мудрость уже, я не знаю, как это вообще возможно всё сочетать в себе. И опять же, девочки, вот его эмоциональности закрывают. Незрелость какая-то здесь идёт. Хотя человек может быть взрослый, неважен возраст. Здесь должно быть развитие. Или отношения должны выйти на новый круг по шуту. Вы можете разойтись, вы можете каждый поискать что-то новое, что-то своё. И, скорее всего, вы всё равно сможете сойтись уже с новым опытом, с каким-то приобретённым опытом. Здесь, если какое-то отношение, вот всё, что говорить про любовь, пока ещё как бы рано. Здесь союз, да, может быть, он может душой прикипеть, он может к вам очень хорошо относиться, испытывать тёплые чувства. Но эмоционально ему ещё нужно наработать, возрослить здесь пока ситуация 50 на 50. Но для кого-то стакан наполовину пустон, для кого-то наполовину полон. Вы тоже можете сомневаться, отдаляться. И как на чаше весов здесь тоже понимать, что всё равно всё будет по справедливости. Вы можете понимать, что шаг влево, шаг вправо, ну, как бы равновесия не будет, да. То есть здесь приходится как-то договариваться. Или надо научиться договариваться с этим человеком. Какая-то ваша кармическая задача. Вам ещё совет, рекомендация. Но здесь, девочки, у вас сразу не получится быть такой стабильный и спокойный, да. Всё-таки вы не флегма. Вот здесь вести и приход, и приезд, ссора, ругань, не выясняйте отношения, не лезьте в бутылку. Вы знаете, как? Здесь у вас просто переход совершенно в другие отношения, может быть, с этим человеком. По наполненности совершенно другие. Здесь идёт период исцеления. И, возможно, недоговорённости между вами, которые были, они просто, ну, каким-то образом, не знаю, вы проработаете это всё, и они просто уйдут. Вы начнёте друг друга понимать как-то очень хорошо, запросто. И на большом таком духовном подъёме. Вот. И, в принципе, здесь есть хороший второй шанс, да, на развитие отношений. То есть там уже можно будет спросить через какое-то время, когда пройдёт определённый этап, а будет ли там Любовь. А вот с вашей стороны, девочки, что там про Любовь к этому мужчине? Королева Пентаклевая. Скорее всего, пока здесь забота и желание заботиться. Вот так проявляется ваша Любовь. Здесь, конечно же, колесо фортуны. Это по судьбе. И вот здесь нужны ещё ваши перемены. То есть вы тоже должны как-то здесь очень многое проработать. Ну, девочки, всё, здесь веселье с этим человеком полным ходом. У вас тут точно не будет скучно. Здесь цикличность, здесь падать с горы, подниматься на гору. Да, постоянно надо что-то выучивать и обновляться. Но те, кто желает, пожалуйста, у вас здесь есть чем заняться в отношениях с этим человеком, если вы хотите развития. Но вот какая Любовь? Да вот такая Любовь. Какая такая? Ну вот, взаимности, что ещё можно сказать? До новых встреч, дорогие. Подписывайтесь. Те, кто желает обратиться индивидуально, пожалуйста, читайте внимательную информацию под видео. И до новых встреч. Пока.